Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами об одной из очень серьезных опасностей, которая вас поджидает в период хранения вашего урожая, как свежего, так и в переработанном виде. Среди множества организмов, микроорганизмов, которые вредят здоровью человека, особое место занимают грибки, которые вызывают образование и накопление большого количества токсинов в продукции, которую мы употребляем в пищу в процессе хранения. Чаще всего такие продукты называются микотоксинами. Одними из наиболее опасных протуцентов микотоксинов являются грибы рода фузариум. Они вредят в процессе роста и развития растений. Растения увядают, растения поражаются корневыми гнилями. В процессе своей жизнедеятельности фузариум выделяет токсины. Это же касается зерновых растений. И эти токсины накапливаются в зерне. Кроме того, в процессе хранения во влажном состоянии и крупы, и зерно, и комбикорма могут плесневеть, поражаться грибком фузариумом в случае, если высокая влажность. И эти микотоксины также образуются. Неправильное хранение, например, орехов, арахиса, прочих подобных продуктов может приводить к инфекции грибками рода аспергилу. И таким образом также могут накапливаться различные микотоксины. Очень опасные. И еще очень часто фрукты в особенности, а также продукция из фруктов, это соки, это варенье, могут поражаться грибками рода пеницил. Ну и аспергил тоже. Но вот будем говорить об пенициле. Один из очень опасных видов пеницилла это пеницил экспансум. Большая часть пенициллов вредит в процессе хранения овощей и фруктов при их повреждении. Когда мы собираем яблоки, когда мы их перевозим, транспортируем, они могут вот таким вот образом хвостиками надкалываться, на них могут образовываться ударные какие-то повреждения, вроде синяков. И если эти повреждения достаточно серьезные, в этом случае туда заселяется этот самый пеницил экспансум. Пеницил экспансум, ну и вообще все пеницилы в той или иной степени вырабатывают микотоксины. Исключение, пожалуй, составляет пеницил, который живет на сыре, который представляет из себя эту голубую плесень, в сырах типа ракфор и других встречается. Это специальные штаммы, специально отобранные, которые можно не опасаться. Они мекотоксины не образуют. Во всех остальных случаях, когда вы сталкиваетесь с плесневелой продукцией, вот на овощах и фруктах, в этом случае такой продукции надо опасаться. Пеницил экспансум отличается тем, что вызывает образование вот на яблоках, вот таких вот круглых, очень характерных, таких очень-очень круглых, округлой формы гнилей в серединке имеется повреждение, через которое грибок попал в плод или в корнеплод, куда угодно, там, где вы его обнаружили. И если условия были благоприятными, то здесь можно наблюдать образование такой сизо-голубой плесени. Вот это и будет один из наиболее опасных пеницилов экспансум. Кроме того, в процессе хранения соков, например, или вареньев может образовываться там плесень. У нас был выпуск относительно опасности, безопасности подобного рода продукции. И вот этот вот именно сизо-пеницил экспансум начинает выделять очень-очень опасный метокотоксин, который называется потулин. Повреждаются не только яблоки, очень много повреждается виноград, трещинки винограда, он трескается. Многие жалуются на то, что виноград трескается. И вот по краям виноградины может образовываться такой сизо-беловатый налет. Что же делать с подобного рода продукцией? Ну, мы говорили, что, в принципе, можно вырезать как следует. Но не любое повреждение, не любая гниль подлежит вот такому вырезанию. Вот когда здесь есть такое небольшое пятнышко, надо отрезать как минимум половину этого яблока. А если поражен буквально весь урожай по какой-то причине, то что с этим урожаем делать? Ну что, выкинуть в компост, закопать в землю, это довольно жалко. Аналогичный вопрос возникает, что делать вот с таким вареньем и с таким вот соком или компотом. Конечно, открыть его, вывернуть его в унитаз, вылить куда-то очень-очень жалко. При всем том, пить его вот в таком вот виде крайне не рекомендуется. Потулин является нейротоксином, является токсином почек, он является генотоксином, то есть вызывает мутации. Он является канцерогеном, он накапливается. И при большом потреблении вот такой продукции пораженной, он может вызывать острое отравление. В том случае, если он постепенно попадает в организм в небольших дозах, он вызывает хронические отравления, которые, к сожалению, могут привести к серьезным последствиям. В особой опасности находятся люди, которые беспечно относятся к подобного рода повреждениям. Сейчас такая волна есть, что вот не совсем идеальные фрукты, но в гипермаркете их еще продают, как такие полугнилые, что их можно еще покупать. К сожалению, люди либо охвачены идеей вот этих некачественных продуктов, кривеньких, там каких-то с пятнышками и так далее, что, мол, за экологию, что много продуктов выбрасывается, что не надо их выбрасывать, их можно употреблять в пищу. Либо люди с небольшим достатком, они покупают на рынках, в гипермаркетах подобного рода уцененную продукцию и себя, конечно, немножечко подтравливают. Как же не попасться на вот эту вот проблему, связанную с потулином? В первую очередь надо помнить, что уксусно-кислое и спиртовое брожение практически полностью уничтожают потулин. Если ваш сок забродил и получилось вино или сидор, то в этом случае вы можете считать, что потулин разрушился более чем на 80% вашей продукции. В этой связи в виноградном и прочем вине потулина вы никогда не найдете. А вот виноград, снятый с лозы и пролежавший более 4 часов, уже непригоден, считается непригодным для производства соков, потому что можно произвести сок, потом будет проведен анализ компетентными службами и окажется, что там превышение потулина. И в таком случае такой сок потреблять в пищу нельзя. Когда вы покупаете грозди, винограда, которые транспортировались, там неделями и месяцами лежали на складах и так далее, то в этом случае вам грозди, винограда и прочие фрукты надо тщательно осматривать, нещадно удаляя все те виноградины, которые обладают признаками повреждения. Когда вы такую виноградину схватили в рот, то вот у вас такой лекарственный привкус, как бы затхлый, такого пеницилла типичного. Ну вот там, значит, этот пеницилл уже поработал и там накоплен потулин. Если вы такую виноградину схватили или фрукт такой схватили, съели в этом случае, его надо очень быстро выплюнуть для того, чтобы не проглотить этот потулин, не навредить своему здоровью. Вот в винах и в уксусе домашнем можно потулина таким образом не опасаться. Последующее уксусно-кислое брожение приводит к тому, что потулин в продукте исчезает полностью. Поэтому вот у меня здесь недаром стоят образцы сока. Это вишневый сок, видите, он стал очень красивым, ярким, потому что в процессе кислотность повышается, в процессе уксусного брожения. Вот тут наверху уксусная матка наблюдается, она уже наросла. И такой продукт является с точки зрения наличия потулина абсолютно безопасным. Поэтому если вот как у меня здесь в трехлитровой банке сока завелась, вот такая вот штука, я просто открою, немножечко сока солью, заселю сюда уксусную матку. У нас видео об этом более чем достаточно на канале, как готовить уксус, что такое уксусная матка, с каких бактерий она состоит и так далее. И в этом случае после приготовления уксуса я буду его использовать, разбавлять, пить, в различные салаты, блюда добавлять и так далее. Ну то есть все, что необходимо делать с яблочным уксусом в домашних условиях. Ну вот такое вот варенье, конечно же, уже для приготовления каких-либо домашних напитков совершенно не годится. Его тоже не стоит выбрасывать, его стоит разбавить водой. Ну можно даже прокипятить, сделать такой своеобразный компот из него, в произвольной форме смешать его с водой и также заселить туда уксусную матку с тем, чтобы из такого варенья получился уксус. Ну конечно надо буквально там на сантиметр это варенье с плесенью эту с поверхности снять. Что делать дальше с этим уксусом? И даже с этим, если вы не употребляете уксус, скажем, в большом количестве в домашних условиях, надо сказать, что уксусно-кислые бактерии обладают колоссальной антагонистической активностью. То есть способны противостоять различным инфекциям, поэтому им горло получат, протирают кожу этим уксусом, разбавляют его водой, волосы промывают и так далее, чтобы избавиться от грибковой и бактериальной инфекции. Но яблочный и прочий фруктовый уксус, чайный гриб, чайный этот напиток, это незаменимое средство для защиты растений. Вот посмотрите, как на чашечках Петри уксусные бактерии борются с патогенами. Вот видите, где уксусная бактерия растет, вокруг нее патогены расти уже не могут. Это означает, что она в окружающую среду выделяет колоссальное количество всевозможных антибиотических веществ. Это неудивительно, ведь уксусные бактерии растут в очень благоприятной для роста развития различных микроорганизмов среде. И для того, чтобы ей конкурировать там, это же очень питательные среды, соки, фрукты и так далее. Там многие хотят пожить, но она отбивает атаки посторонних микроорганизмов, она приспособилась. Она живет только здесь, остальные идите куда хотите. А вот она отбивает эти атаки. Поэтому разбавленный 1 к 10 уксус, который получен из яблок или из варенья, то есть литр вот этого уксуса на 9 литров воды является прекрасным профилактическим средством для борьбы с черной ножкой, с различными корневыми гнилями, с различными заболеваниями листьев на томатах, от фитофтороза, от кладоспариоза, от фузореза, от многих-многих-многих болезней. Поэтому никогда не выбрасывайте подобного рода продукты, пораженные вот этой плесенью, обязательно готовьте на их основе домашний уксус. Вы можете его готовить зимой, вы можете его готовить летом, вы можете его готовить осенью, когда много паданок яблок. И консервировать этот уксус может стоять в бутлях больших, как угодно укупоренный, ждать своего часа. Его антагонистическая активность сохраняется практически в течение года от даты окончания его приготовления. То есть, это продукт очень и очень ценный, продукт домашней биотехнологии, не только для здоровья человека, но и для защиты растений. Ну и надо, конечно же, помнить, что для того, чтобы не возникала вот эта инфекция, вот эта пеницеллезная, даже в случае, когда фрукты повреждены или овощи, ну конечно, самое главное, это их бережно собирать. Ну видите, не всегда это получается, иногда эта инфекция развивается очень массово. Перед закладкой на хранение фрукты и овощи должны быть обработаны. Это могут быть препараты сенной палочки, но также это может быть и тот же самый яблочный или фруктовый уксус. Вы можете взять фруктовый уксус в таком вот чистом виде, в котором он у вас получился, и легонечко из пульверизатора обшикать, обработать яблоки, картофель, свеклу, морковь. Ну все, что у вас хранится с тем, чтобы дрожжи, которые входят в состав яблочного уксуса, они там тоже с уксусной маткой вот с этой входят в симбиоз. И продукты дрожжей, и продукты вот этих уксусно-кислых бактерий, они в достаточной степени защищают фрукты и овощи от атак вот этого нежелательного пеницилла. Если вы при закладке на хранение будете делать подобного рода обработки, в этом случае вы можете совершенно не бояться, что у вас фрукты и овощи накопят вот этот самый патулит. Что ж, надеюсь, что наш совет поможет вам и рационально использовать те продукты, которые подверглись порче вот этого очень неприятного пеницилла, и сохранить ваш урожай в сохранности без атак этого пеницилла, что позволит вам наверняка не отравиться этим самым патулином. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!